Введение Развал Советского Союза и переход к рыночной экономике застал многих наших соотечественников врасплох. Причем настолько, что адаптация к новым условиям длится уже без малого три десятилетия. Кардинальные изменения в государственном устройстве, другие деньги, другие взгляды, абсолютно новая жизнь. Далеко не все успели, смогли или захотели перестроиться, в особенности, когда это касается отношения к деньгам и личным финансам. Если прибавить сюда российский менталитет, желание жить на широкую ногу, так, чтобы перед людьми было не стыдно, но при этом без лишних трудозатрат, то неудивительно та финансовая статистика, которую мы имеем на сегодняшний день. Приведу несколько интересных фактов, иллюстрирующих финансовую псевдограмотность и поведение наших соотечественников в финансовой сфере. Только половина взрослых россиян ведут семейный или личный бюджет. Не более 10% российских семей планируют свои расходы дольше, чем на месяц. Только 17% россиян в 2017 году планируют куда-либо вкладывать свои сбережения, а не хранить их дома. Почти треть населения считает, что финансовые потери, возникающие при инвестировании или получении займов, должны быть компенсированы государством. 78% из нас рассчитывают по достижении соответствующего возраста жить на государственную пенсию, и 70% возлагают на государство ответственность за достойный размер пенсии. С чего же начинается финансовая грамотность? Как стать успешным в области личных финансов? На мой взгляд, определяют это два ключевых фактора – контроль над своими деньгами и ведение семейного или личного бюджета. Мне не раз приходилось слышать возражения типа «Я уже пытался вести семейный бюджет, и никакого эффекта. Я хорошо зарабатываю, а вести учет мне некогда. В моих неудачах повинен не я, а обстоятельства или другие люди». Но если внимательно присмотреться, мы увидим, что до 30% бюджета среднестатистической семьи исчезает в неизвестном направлении. И даже простейшее действие – контроль входящих и исходящих денежных средств – может дать потрясающие результаты. Как правильно вести семейный бюджет? Записывать все доходы и расходы на протяжении хотя бы двух-трех месяцев. Проанализировать сделанные записи, разбить все расходы на категории и выделить наиболее затратные статьи. Спланировать оптимизацию сверхзатратных статей. Начать вести полноценный бюджет, в котором будут учтены финансовые цели, текущие расходы и доходы. Если я вас не убедила и вы по-прежнему считаете данный подход скучным и не дающим желаемого эффекта, давайте обсудим несколько конкретных примеров, наглядно демонстрирующих финансовые потери или выгоду. Посещение магазина на голодный желудок без списка покупок увеличивает средний чек на 30%. Покупка вещей в сезон, например, шубы зимой или велосипеды летом, существенно увеличивает их стоимость. Переплата может доходить до 70%. Позаботившись об отпуске заранее, скажем, за полгода, можно сэкономить расходы на отдых до 50%. Недооценка стоимости эксплуатации вещи ведет к лишним расходам, иногда очень существенным. Например, платья ценой 10 000 рублей, надетые единожды, и платья за те же 10 000 рублей, которые вы надевали 50 раз, имеют кардинально разную стоимость эксплуатации. В первом случае стоимость разовой эксплуатации составит все 10 000 рублей, а во втором всего 200 рублей. И последний пример. Мы все знаем, что Новый год наступит 31 декабря. Казалось бы, ничего не мешает купить подарки заранее. Однако я уверена, что большинство делает это в самом конце месяца. А статистика в данном случае говорит о том, что переплата за такие подарки достигает 250%. Помимо снижения расходов, которые сулит введение семейного бюджета, есть вполне измеримые возможности получить дополнительный доход. Вот несколько примеров. От 2 до 8% от имеющихся средств можно заработать, храня деньги на банковской карте. Где начисляются проценты на остаток. От 3 до 11% от потраченных вами средств могут вернуться в виде миль за перелеты и бронирование отелей. Это особенно актуально для тех, кто часто летает в командировки. От 1 до 5% от потраченной суммы может вернуться к вам просто потому, что оплатили вы покупку не наличными, а банковской картой системой кэшбэк, то есть возвратом части уплаченных средств. Для чего все эти сложности, скажете вы? Мы же как-то жили раньше и справлялись. Да, справлялись. Но согласитесь, между жить как-то и жить спокойно и в достатке лежит целая пропасть. Система планирования личного бюджета позволяет эту пропасть преодолеть, причем с максимальным комфортом и минимальными трудозатратами. Следует помнить, что достичь успеха в сфере личных финансов не так уж сложно. Все, что от вас требуется, это контроль входящих и исходящих денежных средств и голова на плечах. Не нужно делать прогнозы и прислушиваться к многочисленным аналитикам. Лучший аналитик в сфере личных финансов – вы сами. Действуйте в условиях текущей ситуации. Внимательно следите за экономическими изменениями. И в таком случае, даже если вы допустите ошибку, ответственны за нее будете только вы. А кроме того, на ошибках учатся. Сейчас подрастает поколение, которое на «ты» с гаджетами и впитывает информацию в разы быстрее нас. И вести с детьми и внуками разговоры о финансах очень важно. Зачем нужны деньги? Какую роль в нашей жизни они играют? Как совершать покупки с умом? Как деньги копить? Как их приумножать? И начинать нужно в первую очередь себя. Кто, как не вы, сможет привить детям иное, новое отношение к деньгам? Передача ребенку опыта правильного финансового поведения неоценима. Ведь дети копируют все то, что делаем мы сами. Я верю, что в наших общих силах создать новый формат российского общества. Формат грамотных, продвинутых, финансово-благополучных семей с высоким уровнем жизни. И это действительно в ваших руках. Начните хотя бы с этой аудиокниги. Вы найдете здесь цифры и расчеты. Хочу сразу оговориться, что приведены они исключительно ради наглядности. Все совпадения с реальными ценами случайны, а персонажи вымышлены. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok